МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на Амурском областном телевидении в студии Оксана Холодова. И вот о чем расскажем сегодня. 500 гектаров в день аграрии Тамбовского района лидируют в севере ранних зерновых. В чистую область на весенние субботники вышли уже более 2 тысяч амурчан. Рекордное падение. Американский доллар впервые за последние 5 месяцев превысил отметку в 60 рублей. Лучшим премию в Благовещенске стартовал конкурс «Студент года». В Сковородинском районе задержали виновных в природных пожарах. Огонь сотрудники авиабазы обнаружили рядом с поселком Уруша во время патрулирования. Виновными оказались железнодорожники. Всех привлекли к ответственности. Также сейчас проводится проверка по двум фактам природных пожаров в районе поселка Талдан и поселка Осежино, которые возникли по вине людей. За прошедшие сутки огнеборцы тушили пожары в 9 районах области. В их числе Свободненский, Белогорский, Тамбовский, Благовещенский, Магдагачинский. На борьбу с огнем пожарные выезжали 20 раз. В тушении и возгорании были задействованы более 160 огнеборцев и 40 единиц техники. По информации МЧС, сейчас все палы ликвидированы. В 12 районах области действует первый класс пожарной опасности, второй класс объявлен в 8 муниципальных образованиях. Более 15 тысяч гектаров засеяли ранними зерновыми амурские аграрии. Из-за заморозков весенние полевые работы в этом году пришлось перенести на несколько дней. Однако, как говорят в областном министерстве сельского хозяйства, капризы природы не повлияют на установленные для посевной сроки. Пока в лидерах аграрии Тамбовского района. Кстати, в этом году сельхозпроизводители делают ставку не только на ячмень и овес, но и на пшеницу. Посевные площади этой культуры в области увеличили. Пшеницу планируется экспортировать в соседний Китай. Подробности у нашего корреспондента Юрия Камышного. По словам Сергея Баранова, современные технологии заметно облегчили работу механизатора. Сегодня он лишь контролирует весь процесс. Остальное делает автоматика. Посевной комплекс движется по заданным координатам. Сам просчитывает норму посева семян и количество вносимых в почву гербицидов. Благодаря таким технологиям аграрии могут работать в две смены. Посевная кампания в Амурском партизане не прекращается даже с наступлением сумерек. В день здесь обрабатывают до 500 гектаров пашни. Аграриям важно выдержать план и уложиться в намеченные сроки сева. В 8 уезжаю. Ну и если с напарником, то с 7 до 7. С 7 утра до 7 вечера. Напарник с 7 вечера до 7 утра. В поля первая техника амурского партизана вышла еще в конце марта. Сегодня здесь полностью завершили севьячменя. Под эту культуру отдано около 1600 гектаров. Если бы не вынуждены, в начале апреля простой уже полностью смогли бы освоить и овес, который планируют разместить на площади всего 240 га. Больше всего земли в хозяйстве отдадут под пшеницу 3800 гектаров. Это на 400 га больше, чем в прошлом году. Амурские аграрии делают ставку на эту культуру не случайно. Если раньше ее выращивали только на фураж и для поддержания сева оборота, то уже сегодня нашими зерновыми всерьез заинтересовались китайские переработчики, которые начали заключать договоры на поставку продукции нового урожая. Да, конечно, мы не возражаем. Всегда пшеница была востребована в нашей Амурской области. Но вот по прошлому году получается, что с реализацией были немножечко проблемы. Хотя вот наше хозяйство, мы продали всю пшеницу. Это и на Иркутский масложеркомбинат, это и в Хабаровск отправили. Но если будет здесь рядышком, и тем более цена будет для нас приемлемая, мы готовы, конечно, продать. В прошлом году в хозяйстве смогли собрать просто рекордный урожай пшеницы. В среднем 28 центнеров с гектара. А на отдельных полях эта цифра доходила до 40. Местные аграрии рассчитывают, что и в этом году показатели будут не меньше. Все подготовительные работы к началу пассивной проведены в полном объеме. Закуплены ГСМ, отремонтирована техника, подготовлена зябь. Все семена обработали специальным раствором, чтобы уберечь от вредителей и стимулировать схожесть культуры. Сейчас главное – погода. Нам бы хотя бы на этом месте удержаться. Вообще мы планируем в амбарном весе взять 25 центнеров с гектара. Это касается и ячмень, пшеницы, и овес. Все вместе как будто 25 центнеров. Но я думаю, что все те мероприятия, что непосредственно должны повлиять на урожай, мы провели. Как видите, у нас земли все, зябь уже, в принципе, с осени у нас земли были подготовлены. То есть это уже залог успеха. По плану, весь сев ранних зерновых в области должен завершиться к началу мая. В Амурском партизане рассчитывают провести первые весеннеполевые работы значительно раньше – уже в ближайшие 10 дней. Впрочем, останавливаться на этом аграрии не будут. Впереди еще сев фирменной амурской культуры – сои. Юрий Камышный, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Более двух тысяч амурчан уже приняли участие в весенних субботниках. 9 апреля в Преамуре стартовала традиционная акция «Чистый город». К коллективным уборкам присоединились 22 муниципалитета области. О том, как жители региона делают чистыми свои города и села, расскажет Денис Свериденко. Традиционно первыми на уборку вышли студенты одного из отделений Амурского педколледжа. Буквально за полчаса навели порядок на территории учебного корпуса и общежития. По сравнению с прошлыми годами, говорят студенты и педагоги мусора, стало меньше. Грязь и кучи мусора здесь были, когда Позейские вели дорожные работы. Сейчас проблемы создают лишь местные жители. Точнее, их четверолапые любимцы. Маленький сквер стал излюбленным местом выгула собак. Когда не была сделана дорога, никогда не было тротуара, постоянные подъезды машин создавали, скажем так, большие кучи мусора. То есть машины подъезжали, выкидывали все сюда. Если бы не собакованы, конечно, не было бы такой большой проблем. И, естественно, никакие уговоры, никакие замечания не влияют. К массовым уборкам также присоединились волонтеры Свободного. Вместе с чиновниками местной администрации общественники провели субботник на Погосте, где находится мемориал жертвам политических репрессий. Акция прошла 9 апреля в преддверии Радоницы и ко дню памяти жертв Бомлага. В Шимановске череда массовых субботников стартует только 20 апреля. Местные власти организовали бесплатный вывоз мусора на городскую свалку. Как сообщили в пресс-службе мэра города, мера – это временная. Сдавать собранные отходы можно будет до 13 мая. В Белогорске акция «Чистый город» стартовала 1 апреля. На днях от мусора и сухой листвы очистили два стадиона – «Локомотив» и «Амур-Сельмаш». Перенимают марафон образовательные организации буквально завтра. Свои территории прилегающие начнут приводить в порядок средняя школа номер 200, детский сад номер 7, а также дом культуры «Амур-Сельмаш». Уверены, что примут участие в благоустройстве города очень большое количество граждан. Не только трудовые коллективы, но и жители многоквартирных домов, которые приведут в порядок внутридомовые территории. Число желающих очистить свой населенный пункт от мусора уже измеряется тысячами. Это сотрудники учреждений социальных сфер, коммунальных служб, частных предприятий, крупных и небольших компаний. Наводить чистоту в городах и селах амурчане будут в течение всего месяца. Планируется весенний этап акций «Чистый город» завершится 30 апреля. Денис Сверденко, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. За границу дороже. Турпутевки во Вьетнам и Таиланд из Благовещенска увеличились в цене из-за колебаний курса валют. 9 апреля американский доллар на торгах московской биржи вырос на 1 рубль 86 копеек. Курс превысил отметку в 60 рублей. По данным на вторник, 10 апреля равен 63 рублям 70 копейкам. Такой рост произошел впервые с 16 ноября 2017 года. Причина падения рубля, по мнению финансовых аналитиков, новый виток антироссийских санкций. Наш корреспондент Анастасия Петраж пообщалась с экспертами и сейчас расскажет, на что повлияет скачок курса. Больше 60 рублей за доллар на подъем американской валюты отреагировал не только фондовый рынок. Падение курса рубля в первую очередь сказалось на тех, кто зависит от международной валюты. Так в ближайшие дни ожидается увеличение стоимости билетов на международные авиарейсы. Туроператоры уже отреагировали на рост доллара. На сегодняшнее утро уже многие туроператоры пересчитали стоимость своих путевок пропорционально увеличению курса валют. Это связано с тем, что, как правило, большинство туроператоров, работающих на международных направлениях, производят свои расчеты с партнерами в долларах или в евро. Соответственно, стоимость для конечных потребителей вырастает в связи с ростом курса валют. Еще накануне купить путевку на двоих в трехзвездочный отель с завтрака можно было от 63 тысяч в Паттайю, 68 на Пхукет и 80 тысяч во Вьетнам. На утро 10 апреля путешествия повысились в цене. И теперь заплатить придется от 5 до 27 тысяч больше. При этом в турагентстве говорят, операторы бесконечно завышать цену не будут, иначе сами понесут убытки. Покупательскую способность еще никто не отменял. Тем временем официальный курс доллара, который выставил Центробанк, на 10 апреля 58 рублей 57 копеек за доллар. На банковских табло цифра несколько выше. Дело в том, что они устанавливают курс в зависимости от той суммы, на которой закрылась работа биржи, объяснили в одном из банков. Здесь также отметили особого ажиотажа в связи с небольшим увеличением курса доллара нет. Вот 9 числа мы наблюдали небольшое увеличение в покупке и в продаже. То есть население как покупало, так и продавало. То есть, наверное, все-таки еще не определились, какая будет тенденция дальше. Сегодня больше пока интересуются, спрашивают, звонят. На операциях мы не увидели увеличение. Ольга Аршинова рассказала, сейчас в банке доля кредитов в валюте снизилась, поэтому незначительный рост курса доллара не повлияет на большую часть потребителей. И вообще, столь пристальное внимание связано скорее с тем, что в последнее время соотечественники просто привыкли к более низкой цене американской валюты. Если вспомнить, то на протяжении последних лет он стоил и больше. Например, в январе 2016 доллар побил отметку в 80 рублей. Столь пристальное внимание к курсу сейчас связано скорее с тем, что впервые антироссийские санкции коснулись российского бизнес-сообщества, считает доктор экономических наук Сергей Мисоедов. По крупному бизнесу был нанесен ощутимый удар, ущерб, поэтому, конечно, рынок отреагировал. И в дальнейшем, если сейчас не поддаваться панике, если будут в дальнейшем сдерживаться, и Центробанк будет принимать определенные меры, связанные с установлением валютного коридора, либо каких-то других механизмов, которые существуют вообще в целом в мире, то, конечно, эту ситуацию можно еще выравнивать и регулировать, контролировать. Сейчас в мире идет некая политика изоляции России, рассуждает доктор экономических наук. Он уверен, страна должна ответить на этот виток санкций и принять меры по защите национальных интересов. Причем нужно нанести ощутимый болевой эффект тем, кто принимает санкции в отношении нашей страны, чтобы неповадно было, рассуждает Сергей Мисоедов. Может быть ограничение или вообще запрет на экспорт «Титана», допустим. Из «Титана» делаются все самолеты практически за рубежом, делаются там процентов по разным оценкам 25, 30% делаются из нашего российского «Титана». То есть на экспорт уходит стратегическое сырье. Если это ограничить или вообще как-то вести ограничения, то будет серьезно ощутимый удар, который в дальнейшем заставит уже думать, извешивать все те шаги, которые будут приниматься после. Поэтому здесь Россия должна вести поединок. И это действительно поединок, это торговая война. С одной стороны, то, что доллар поднимается в цене, а рубль теряет свои позиции, плохо. Но с другой стороны, крупные бизнесмены теперь будут вынуждены перевести свои капиталы обратно в Россию. Значит, больше денег будет вложено в развитие национального рынка и собственного производства. Тем более, что определенный антисанкционный иммунитет у России есть. Все же это не первое ограничение. Эксперты тем временем считают, что доллар достигнет отметки в 62-63 рубля. Если же американо-российские отношения продолжат обостряться, то американская валюта взлетит до 66 рублей. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Грузоперевозки между Благовещенском и Хэйхэ приостановят. С 12 апреля специалисты начнут демонтаж понтонного моста. По сообщению пресс-службы Благовещенской таможни, грузовое сообщение между пограничными городами возобновятся только в мае с открытием летней навигации на Амуре. Пассажиров в период ледохода в Китай обратно будут перевозить суда на воздушные подушки. Как отметили специалисты пассажирского порта, цена поездки останется на уровне прошлого года. Билет будет стоить 2200 рублей. Пумы будут курсировать ежедневно с 9 до 17 часов. В Белогорске установят памятный знак в честь установления побратимских отношений с городом из Республики Крым. Первые проекты нового монумента уже начали поступать в местную администрацию. Победителя конкурса определяют 12 апреля. Пока горожане направили две заявки с шестью вариантами памятного знака. Все эскизы по большей части включают в себя элементы официальной символики гербов двух городов-побратимов. Это ветки дуба с желудями или восьмилучевые звезды. Победитель конкурса получит вознаграждение 10 тысяч рублей, а памятный знак установят в парке имени Дзержинского. Творческие, спортивные и перспективные. В Благовещенске стартовал конкурс «Студент года». Он проходит уже в 22-й раз. На звание лучшего и денежную премию претендуют более 50 учащихся вузов и СУЗов города. Лучших определяют в четырех номинациях. Лидер студенческого самоуправления, интеллект года, спортсмен года и медиа-центр года. Последняя категория новая. В ней оценят умение работать в социальных сетях, а также с фото и видеотехникой. За победу борются целые команды до пяти человек. Перед конкурсом мы предоставили сначала один видеоролик, также три написанных поста ВКонтакте, либо это могли быть другие социальные сети. И у нас еще нам предстоит очный этап конкурса, который состоится завтра на базе Дальнего Восточного ГАУ и Благовещенского финансово-экономического колледжа. Мы будем делать фоторепортаж и видеоролик на заданную нам тему. В каждой номинации члены жюри выберут по два победителя. Им выручат премию 11,5 тысяч рублей. Губернатор Александр Козлов, выступивший на открытии конкурса, сказал, что тех ребят, которые уже достигли высоких результатов, нужно поддерживать. Сегодня в этом конкурсе принимаем очень большое количество участников, больше, чем в прошлые годы. Это говорит о том, что этот конкурс нашим студентам нужен. Сопровождать тех ребят, которые достигли, выиграли, и формировать в том числе из них будущий кадровый резерв в Мурской области. Это наша задача, которую, можно сказать, нам поставили, и мы обязаны ее выбрать. Амурчан просит помочь в озеленении лагеря имени Гагарина, который расположен в окрестностях Благовещенской. Организация примет в дар саженцы различных кустарников и деревьев. Подойдут любые, но предпочтительнее сосны. Территория лагеря 6 гектаров, 80% – это зеленая зона. Сейчас многие деревья требуют замены. Желающих помочь в обновлении территории ждут по адресу улицы Чайковского, 305. Справки по телефону, который сейчас на экране. И это все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Всего доброго и до свидания. Увидимся на Амурском областном телевидении. Амурский областный телевидение